Добрый вечер, друзья. Меня зовут Анастасия Замалова. Я из штаба I Love Supersport. Сегодня у нас в гостях Николай Ильин, сомнолог и невролог Европейского медицинского центра. Здравствуйте, Николай. Добрый вечер. Сегодня мы поговорим про сон, про особенности сна для спортсменов, в частности. Николай, первый вопрос у меня будет к вам. Что вообще такое сон? Расскажите, пожалуйста, что это такое и насколько он полезен? Определение сна можно выделить несколько. Есть так называемое поведенческое определение сна. Это наше состояние отстраненности от происходящего в окружающей среде. Также сон – это такой сложный химический, биохимический процесс, который происходит внутри нас. И благодаря этому процессу, собственно, мы засыпаем. А может быть разница какая? Есть жаворонки, есть совы? Жаворонки и совы – это хронотип, то есть предрасположенность к определенному отходу ко сну, к пробуждениям и так далее. Хронотип часто путают или соотносят неправильно с таким понятием, как циркадные ритмы. Циркадные ритмы – это циклическое изменение процессов внутри организма, которое происходит с определенным периодом, примерно 24 часа. Да, хронотип, он связан с циркадными ритмами, но циркадные ритмы могут изменяться. Собственно, если мы путешествуем и перемещаемся среди часовых поясов, циркадные ритмы постепенно в течение нескольких дней меняются. Но хронотип – это наше внутреннее, это заложено генетически. И кого-то, кто по натуре сова сделать с жаворонком, можно сказать, невозможно. А если работа так располагает? Допустим, нужно утра навставать, а я не могу. Сова сможет просыпаться в 7 часов утра, если в это есть необходимость, но его работоспособность, его производительность будет гораздо меньше, чем работоспособность жаворонка в это же время. И это называется, кстати, социальный джет-лег. Ситуация, когда наша необходимость, наша производственная необходимость не соотносится, не совпадает с нашим внутренним состоянием. То есть стоит подбирать все-таки работу под свои жизненные ритмы, получается, или как? Это было бы идеально, если такой выбор есть, если есть выбор, в какое время начинать свою работу, в какое время ее заканчивать, то да, это будет давать наибольшие результаты и достижения, так сказать. Скажите, а вот сон именно для спортсменов, он важен? Допустим, вот у меня соревнование завтра, как вот нужно, сколько спать, чтобы хорошо выступить? Сон важен не только для спортсменов, сон важен для каждого из нас, и он должен занимать такую же очень важную ступень, важное значение, как диета и для спортсмена, как и сам тренировочный процесс. У профессиональных спортсменов есть специальные консультанты в определенных сферах, в том числе и в сфере рекомендации со стороны сна, нормального сна. И необходимость, потребность во сне для профессиональных спортсменов высокого уровня, она высокая, и она выше, чем потребность во сне для простого человека. В среднем считается, что взрослому человеку необходимо примерно 7-9 часов сна. У каждого свое, но меньше 7 часов сна – это мало, это вредно. При профессиональной деятельности в спорте потребность во сне может увеличиваться и достигать 10-11 часов даже необходимо в определенных ситуациях. А если брать спортсменов-любителей, которые занимаются для себя в удовольствии, у них тоже как-то… Здесь зависит от того, на каком уровне все равно идет тренировочный процесс. Если тренировочный процесс на высоком уровне, то потребность во сне все равно должна быть немного выше. Если мы в среднем тогда говорим, что необходимо спать от 7 до 9 часов, я бы сказал, часов такую взять 9. То есть за это время организм успеет восстановиться после, допустим, тяжелой тренировки, и ты будешь как огурчик? Ну, не совсем может быть как огурчик, но, по крайней мере, да, восстановиться за 9 часов вполне можно, и этого будет достаточно, чтобы продолжать-продолжать весь тренировочный процесс. Но большое значение имеет еще, в какое время вот эти 9 часов сна будут. Да, вот во сколько ложиться важно? Все-таки мы должны соблюдать и соотносить свой режим с режимом окружающей среды, с режимом темно-спесло, и нормальным, рекомендуемым, желаемым, хотя бы это должно быть не позднее 11 часов, но возьмем вот такой максимальным периодом, это полночь, не позднее. И считается, что для хорошей продуктивности именно с физической стороны раннее утреннее пробуждение, оно влияет негативно, чем более позднее. То есть, к примеру, если есть, опять же, какая-то возможность в регуляции, в какое время поставить какое-то выступление, тренировку или так далее, то хорошо было бы, к примеру, лечь в 11, проснуться в 8, вот это будет 9 часов, и тогда работоспособность будет выше, чем лечь, к примеру, опять же, в 9 часов и встать в 6 часов утра. Ну, то есть, получается, перед выступлением нужно прям очень хорошо выспаться? Да. И если выступление именно должно быть в утреннее время, и встать в 8 нет возможности, то в идеале нужно несколько дней приспособить себя к этому времени-времени пробуждения. Если для человека 6 часов утра – это очень рано, и он всегда встает в 8, и во время выступления ему придется нарушить свой нормальный режим и встать в 6, то работоспособность будет не на высоком уровне. А можно ли себя заставить заснуть? Вот, опять же, возьмем какие-нибудь соревнования, человек вот нервничает, он хочет там победить или хочет просто какой-то результат классный доказать, но он вот не может заснуть. Заставить заснуть себя невозможно. Было одно такое исследование, когда собирали группу людей, замеряли, за какое время они засыпают, и в следующую ночь говорили, кто заснет быстрее в эту ночь, тот получит денежный пресс. И основная масса засыпала позднее, чем они засыпали в предыдущую ночь. Потому что они старались форсировать свое засыпание, но форсирование засыпания, как правило, наоборот, дает негативные последствия. То есть нужно постараться расслабиться и, наоборот, отпустить вот эти все мысли о предстоящем событии. Да, трудности засыпания перед каким-то событием они встречаются достаточно часто у спортсменов, то и просто у людей это может быть. И вот бессонница перед каким-то выступлением, она занимает достаточно высокий процент. И чаще всего это встречается у спортсменов в индивидуальных видах спорта, чем в командных видах спорта. Возможно, то, что здесь можно как-то положиться на своих коллег по команде, а здесь все зависит только от тебя. И, наверное, поэтому здесь в индивидуальных видах спорта это все более ярко выражено. Что вы можете сказать по поводу именно как расслабиться? Может, медитация, какие-то дыхательные упражнения? Это все для каждого индивидуально. Здесь зависит от того, что именно расслабляет человека. Возможно, почитать книгу, хорошо принять горячий душ, принять горячую ванну. Здесь это будет как сам процесс расслабления во время принятия самой ванны или самого душа. И плюс мы изменяем температуру тела, а у нас организм устроен так, что во время засыпания, в процесс, когда мы засыпаем, у нас падает температура тела, и падение температуры тела является знаком того, что надо засыпать. Температура тела у нас меняется циклически. Есть в дневное время у нас максимальный подъем температуры тела, и в ночное время это максимальное снижение температуры тела. Тем самым, когда мы вначале, после горячего выходим в другую температуру, температура тела падает, и это искусственно как бы стимулирует вот это снижение температуры с вызыванием процесса засыпания. А вот что можете сказать про прогулки? Вот допустим, ну вот сейчас достаточно погоды уже, я думаю, что будет скоро у нас тёплые. Может быть, прогуляться перед сном это поможет заснуть? Прогулка на свежем воздухе, она, это такая минимальная некоторая физическая активность, а минимальная физическая активность, она положительно влияет на сон, положительно влияет на засыпание. Главное, чтобы, наоборот, не было никаких активизирующих действий на головной мозг, на мышление. Мы должны выветриться за определённое время, за час до сна, полностью избавиться от всех каких-то негативных мыслей, от всех, да любых вообще каких-то, даже от позитивных мыслей, потому что позитивные мысли точно так же могут оказывать волнующее действие и вызывать трудности засыпания. А как еда влияет на сон? Вот за сколько, допустим, нельзя есть перед сном, чтобы заснуть воров? Главное, не переедать и не ложиться голодным. Нормальный ужин должен быть минимально часа за 4 до сна. Перед сном можно что-то совсем такое лёгкое, овощной салат, обычный стакан молока. Это может даже положительно повлиять. Голод способствует меньшему расслаблению и может оказывать негативное влияние на засыпание. А вот есть ещё мировые рекорды без сна. Сейчас, по-моему, уже не фиксируют это, потому что это опасно для жизни. Что вы можете сказать про хронические недосыпы? Вот люди, которые мало спят. Например, возьмём в возрасте, да, люди на пенсии. Вот говорят, что они меньше почему-то спят. Как это на здоровье влияет? В возрасте люди спят меньше, потому что это естественно физиологический процесс. У нас потребность во сне, она меняется, начиная от новорождённого и до пожилого возраста. У новорождённого это максимальная потребность во сне, а у взрослого человека это где-то 7-9 часов. У пожилого человека она снижается примерно на час, ну, где-то становится 7-8. У кого-то она может достигать и 6 часов. Это естественный процесс изменения, изменения в том числе и в так называемой архитектоника сна. Архитектоника сна – это внутренняя составляющая стадии сна. У нас есть несколько стадий сна. Есть поверхностный сон, есть глубокий сон, есть такая фаза REM-сон, REM аббревиатур Rapid Eye Movement – быстрое движение глаз. В эту стадию нам снятся сны, и с возрастом снижается количество глубокого сна. И может снижаться некоторая представленность поверхностных фаз сна за счёт этого, и может меняться общее время сна в пожилом возрасте. Но спать меньше 6 часов – это вредно в любом возрасте. То есть, если спишь очень мало, нужно как-то стараться стабилизировать, привести в порядок нервную систему, что-то или как, чтобы спать нормально. Если сон… Зависит от того, почему человек мало спит. Либо это трудности с засыпанием, либо ранние утренние пробуждения, либо ночные пробуждения. Здесь, конечно, нужно над этим работать, и приводить это всё в порядок. Если же малое время сна из-за того, что человек выспался, он лёг, нормально заснул, хорошо поспал, проснулся сам, и это время 6,5 часов, то это нормально, это может быть именно такая потребность во сне, которая произошла физиологически с возрастом. А если вот спишь, допустим, 8 часов просыпаешься, и всё равно ощущение усталости, как будто ты не выспался, это что значит? Это значит, что либо недостаточно 8 часов сна, и надо побольше, 8,5 часов, 9 часов сна, либо это нарушение во сне, расстройство сна. Эти сами расстройства сна человек может не замечать, потому что они происходят скрытно, но последствия от недостатка нормального полноценного сна проявляются в дневной сонливости, в нарушениях функции головного мозга, концентрации внимания, памяти и так далее. Здесь надо, опять же, если это возникает, надо искать причину этому, потому что это ненормально. А если кто-то работает посменно, например, там вот 2-2 какие-то, ночь не спит, как быть им? Вообще сменная работа – это достаточно, по многим исследованиям, достаточно опасная ситуация для здоровья. Это фактор риска, в том числе даже установлено на раковые заболевания, на сахарный диабет второго типа, на предположенность к ожирению, к различным метаболическим нарушениям. Но если возможности нет, и это нужно, это необходимо, самое главное, надо соблюдать нормальную гигиену сна, и обязательно должен быть сон после ночной смены днём. Днём сон всегда должен быть, потому что вызывать такую длительную депривацию, недостаток сна, то есть не поспать и лечь спать только вечером – это вредно. Всё-таки надо как-то восполнить тот недостаток сна, который был за предыдущую ночь, ну и поспать потом ещё и следующую ночь. А скажите ещё вот поподробнее, на что влияет сон? Вот на какие функции организма? Считается, что во время поверхностного, глубокого сна мы восстанавливаемся в большей степени физически, восстанавливается наша работоспособность, именно физическая работоспособность. То есть мышцы получаются? Мышцы, чувство бодрости, чувство свежести, чувство физической энергии. А во время рем-фазы сна мы в большей степени восстанавливаемся умственно, происходит консолидация памяти, происходит переработка всей информации, которую мы получили в течение дня. Она переходит в определённые зоны для запоминания, на долгосрочную память. Здесь формируются различные виды памяти. У нас есть такая память декларативная, то есть повествовательная, это запоминание каких-то определённых топиков и так далее. И есть память в том числе такая физическая. Опять же, и для спортсменов, к примеру, когда происходит изучение какого-то нового упражнения, новый тренировочный процесс. Сон важен, и важны все составляющие. Класс. Ещё, вы знаете, у нас вопросы есть. Полезно ли спать днём? Вот мы немножко об этом начали говорить, про тех, кто работает по ночам. А остальным как? Днём спать полезно, если у человека нет расстройств с ночным засыпанием. Одним из таких важных пунктов у человека с бессонницей, с трудностью его засыпания, это не допускать дневной сон. Даже если ночной сон был минимальный, 4 часа, 3 часа, днём спать не рекомендуется. Потому что этот дневной сон может вызвать сложности с последующим ночным засыпанием. Исключение здесь можно сделать только пожилым людям, которым этот дневной сон будет таким необходимым инструментом для того, чтобы всё-таки поддержать нормальное здоровье. В других ситуациях спать днём хорошо и полезно. Все исследования показывают только положительное влияние от дневного сна. Это положительное влияние на память, на концентрацию, на внимание. Последнее исследование в 2019 году доказало, что даже возникает снижение артериального давления от дневного сна. Но важное значение имеет количество дневного сна. А сколько нужно? Дневной сон должен быть по продолжительности примерно около 30 минут. Так мало? Да, это достаточно для нормального восстановления. И это нужно для того, чтобы не перейти в состояние глубокого сна и в последующем состояние, так называемой, сонной инерции. Когда после пробуждения головной мозг ещё находится в состоянии сна, и здесь, наоборот, работоспособность будет снижена, концентрация снижена, внимание снижена. А что делать, если просыпаешься ночью и не можешь уснуть потом? Зависит от того, как долго человек не может уснуть, как часто это происходит. Из одной из таких рекомендаций, которую можно бегло сказать, это не пытаться лежать и заставить себя заснуть. В особенности, если человек уже знает, что он не заснёт в ближайшие 2 часа. Точно не заснёт. Пользы для самочувствия на следующий день это не принесёт. Даже вот этот отдых, лежание в кровати, оно не даст никакого положительного эффекта. Поэтому нужно встать из кровати, уйти в другую комнату, заняться чем-то приятным, расслабляющим и дождаться ощущения, что да, вот сонливость, она сейчас есть. И, скорее всего, сейчас, если я пойду, то я засну. И в этот момент пойти и уснуть. Да, и вот я, кстати, тоже по себе помню, перед соревнованием прям просыпаешься тоже ночью и всё вот, знаете, как-то вот прям раздражает. То есть ты себя хочешь заставить, и ты себе говоришь, нужно спать, мне нужно выспаться, иначе я вот там... Мне кажется, что-то прям вот действительно сесть, подышать, как-то успокоиться, иначе только хуже будет и вообще не уснёшь. Да, только-только всё в отрицательную сторону пойдёт. Был мужчина, сейчас даже скажу, Клифф Янг, он не спал пять дней. Это было на самом деле, он победил в марафоне, в беговом. Победил почему? Потому что он не знал, что можно спать. Как вы думаете, как ему это удалось? Как он вообще, он выжил, ему был, по-моему, 61 год. Вероятно, он имел опыт уже, чтобы не спать несколько дней, потому что, ну, просто человек, чтобы вот так взял и в течение пяти суток не спал, конечно, это тяжело, и это негативно скажется, как на физическом состоянии, так и на эмоциональном состоянии. Считается, что уже после трёх суток без сна возникают и галлюцинации, и параноидальные различные явления. Возвращаясь к Клиффу Янгу, вероятно, вероятно, я не могу говорить, но вероятно, у него всё-таки уже был опыт не спать, по крайней мере, возможно, какие-нибудь сменные работы, либо... Ну, как говорил, он был обычный фермер, то есть просто, ну, может быть, или он очень хотел победить. Возможно. Класс. Давайте, знаете, ещё что обсудим? А вот что можно сказать про лунатиков, которые ходят, говорят во сне, вообще, мне кажется, такое страшное какое-то явление. Нет, это нормальное явление, это нормальное явление, у детей, у подростков, это редко встречается и может продолжаться в дальнейшем в течение жизни и у взрослых, но у детей это абсолютно нормально, это может быть, зависит от того, какие движения, что делают дети, что делают люди в этот момент. Самое такое опасное, с чем надо дифференцировать, это такие эпилептические ночные приступы, это уже именно заболевания, но здесь нужно смотреть, что происходит с человеком в этот момент, как часто. Обычно с нахождения, с ноговорения люди встают и занимаются своими какими-то действиями, что делают в течение дня. Кто-то может сесть, включить телевизор, он будет сидеть смотреть телевизор и кто-то к нему подойдет другой, спросит у него, что ты делаешь, он ответит, я смотрю телевизор, потом утром спросит, зачем ты ночью смотрел телевизор, он скажет, я не смотрел телевизор, я всю ночь проспал. Потому что активность головного мозга в это время происходит глубокий сон. В фазу глубокого сна у нас сохранен мышечный тонус, поэтому снахождение это нормальный процесс, и здесь нужно предельно внимательно относиться, что делает человек в этот момент. И если есть подозрения на ненормальное поведение, обратиться к врачу и обсудить необходимость каких-то исследований. А почему сняться кошмары? Это признак каких-то заболеваний или что? Или расстройств тоже? Кошмары это может быть такое проявление дневного повышенного эмоционального состояния, повышенная тревожность, какие-то посттравматические, стрессовые расстройства, депрессивные расстройства. Но также кошмарные сновидения могут присутствовать у любого из нас, просто это такой один из видов измененных сновидений, которые наделены неприятным компонентом. Ну, то есть не стоит этого бояться, да, если часто сняться? Если действительно часто, то здесь нужно обратить внимание на свое дневное состояние. Если дневное состояние также имеется симптомы какой-то подавленности, тревожности, то при частых кошмарах лучше обратиться к врачу и обсудить эти моменты. А вот есть тоже люди, которых не добудешься, которые спят, как убитые, да, как говорят, а бывают люди, которые малейший шорох, они тут же все, проснулись. От чего это зависит? Это зависит от того, в какой момент пытаются разбудить человека. Из глубокого сна сложнее разбудить, из поверхностного из ремсона разбудить легче. Кроме этого, так называемый чуткий сон бывает при повышенной дневной тревожности, беспокойстве, и головной мозг в ночное время полностью не расслабляется, полностью не отключается и готов на любые какие-то внешние стимулы среагировать таким пробуждением и активностью. А как спать глубже для тех, у кого чуткий сон? В комнате должно быть темно, обязательно темно, никаких внешних стимулов. В комнате должно быть прохладно. Когда мы засыпаем, мы входим в состояние поверхностного сна, глубокий сон, и потом переходим в ремфазу сна. И если, например, в окружающей среде, в комнате не прохладно и высокая температура, то это может быть таким фактором ночного пробуждения или пробуждения ранним утром, то есть прохладно. Устранить все какие-то внешние звуковые стимулы. Если определенные звуковые стимулы устранить нельзя, то возможно использовать, к примеру, какие-то приборы для белого шума. Такие приборы, которые издают монотонный шум с определенной частотой, которые будут заглушать все стимулы окружающей среды, и это часто оказывает положительное влияние для людей с чутким сном. Да, ну и зависит от того, опять же, надо смотреть индивидуально, что часто пробуждает человек, что является фактором. Может, кот будет кота убрать. А что можете про снотворное сказать? Дать, может, какие-то рекомендации, если это можно дать тем, допустим, кто чуть вот не засыпает и тут же таблеточку пьет? Самоназначение любых препаратов, оно может повлиять и оказать негативное влияние на здоровье человека. Многие, хорошо, это очень хорошо, что многие снотворные препараты, они по рецепту и сам человек себе их назначить не может. Хотя и нерецептурные препараты, по ним тоже лучше проконсультироваться, когда это можно применять, когда в этом есть необходимость. Из таких рекомендаций, как сделать так, чтобы не принимать эти снотворные препараты, но это тоже всё абсолютно индивидуально и зависит от причин, почему человек принимает, что является причиной этой бессонницы, потому что подходы к каждому человеку они свои. А что вы можете про храп рассказать? Почему это возникает и как вообще с этим бороться, как лечить это? Храп это сужение. У нас естественный процесс во время сна это снижение мышечного тонуса. Мышечный тонус снижается как во всей нашей мускулатуре тела, так и в мускулатуре языка, нёба, то есть мягких тканей ротоглотки. Сужение просвета дыхательных путей, вызванное снижение мышечного тонуса может достигать такого размера, что воздух, когда проходит через дыхательные пути, он проходит с большей скоростью, за счёт этого вызывается турбулентное течение воздуха, и возникает частое закрытие, открытие дыхательных путей, за счёт чего формируется храп. Храп сам собой является грозным симптомом наличия заболевания, которое называется апноэ во сне. Апноэ во сне это эпизоды полного прекращения дыхания. При храпе дыхательные пути прикрыты, но воздух всё равно через них может проходить, циркуляция кислорода не нарушена, мы получаем достаточно его. При апноэ происходит полное закрытие дыхательных путей, человек продолжает совершать дыхательные движения, но воздух не проходит. После этого возникает микропробуждение, то есть небольшое пробуждение головного мозга, это повышает мышечный тонус, дыхательные пути открываются, дыхание происходит дальше. Наиболее распространённая причина нарушения во сне это апноэ. Оно чаще встречается у мужчин, у женщин это заболевание начинает формироваться примерно после 50 лет. Одна из теорий, что эстроген обладает некоторым таким защитным механизмом на снижение мышечного тонуса в дыхательных путях. У мужчин чаще бывает ещё увеличение окружности шеи, а большая окружность шеи, это является предрасполагающим фактором для апноэ. Апноэ часто и встречается и у спортсменов. Много кто соотносит, например, с какой-то совершенно полный человек. Да, вот я тоже, кажется, хотела спросить про вес. Вес влияет, но вес не является основополагающим. Апноэ может быть у спортсменов, например, просто с большой массой тела, к примеру, у бодибилдеров, не знаю, у каких-то других профессиональных спортсменов, у которых окружность шеи большая, но именно за счёт мышечной ткани. Апноэ может быть и у людей с нормальной даже окружностью шеи, но с определённым строением, строением челюсти, строением нёба. Да, какой-то небольшой вес может быть, и причём человек может совершать попытки для сброса веса, но у него это может не получаться. Пример с моего пациента, который пришёл обратился как раз таки, что у него небольшой вес, повышенный вес, но не прям ожирение. Да, и он хотел привести себя в абсолютную нормальную форму, но у него не получалось сбросить вес, у него были огромные тренировки в течение дня, он за год сделал два айронмена, то есть и подготовки к нему были высокие. Причина оказалась в наличии нарушения дыхания, вот это апноэ, тяжёлой степени, и в дальнейшем при устранении его процесс пошёл. То есть это лечится, да, это нужно лечить? Это лечится, это обязательно нужно лечить, так как присутствуют негативные, значительно негативные последствия. Значит, получается, контролировать сон нельзя, да, то есть как-то моментально заснуть, это всё, ну, наши физиологические, да, какие-то процессы за этим следят. Контролировать именно, чтобы вот в это время я засну, да, в это время, да, нет, это нельзя, но, по крайней мере, нужно пытаться приучить свой организм к определённому режиму. Чем больше мы стремимся и соблюдаем этот режим, тем больше вероятность того, что это будет происходить именно по такому сценарию, что легли, заснули и проснулись свежими и бодрыми. А есть какие-то тренировки для сна, вот, допустим, ну, чтобы нормализовать вообще сон? Зависит от того, был ли он нарушенный и в какой степени он был нарушенный. Весь процесс улучшения сна, например, если человек ложился в 2 часа ночи и в какой-то момент он понял, что это неправильно и я хочу нормализовать свой режим и ложиться, скажем, в 11, то весь процесс должен занимать такой достаточно большой промежуток времени, то есть здесь не надо форсировать. Да, у нас меняются, меняются у нас наши циркадные ритмы, но происходит это все медленно, поэтому здесь, например, можно все это сдвигать в течение 30-минутных эпизодов, то есть сначала ложимся в 1 час 30, в течение недели потом ложимся в час, потом ложимся в 12-30 и вот так постепенно возвращаться к нормальному режиму. Плюс соблюдать все другие параметры гигиены сна, снова ничего не смотреть перед сном, никакой активности на зрительный анализатор, в особенности все гаджеты, как правило, смотрим еще в соцсети, что вовлекает активность головного мозга, кроме этого от всех гаджетов возникает излучение голубой свет, этот голубой свет по длине волны, он схож с дневным светом, что снижает выработку такого вещества, как мелатонин, мелатонин, он регулируется светом на сетчатку глаза, есть свет на сетчатку глаза, мелатонин не вырабатывается, нет света на сетчатку глаза, мелатонин вырабатывается. Еще, вы знаете, вопрос есть, повышенная тревожность не дает уснуть по расписанию. Что делать с этим? Здесь разумная рекомендация обратиться к врачу и обсудить именно этот вариант. Если какие-то не медицинские рекомендации на снижение тревожности, физическая активность, занятия спортом являются положительным механизмом как на снижение тревожности и также на улучшение засыпания. Поэтому неопределённые расстройства можно зафиксировать и не медикаментозные, получить какие-то не медикаментозные рекомендации. В определённых расстройствах без медикаментозных рекомендаций обойтись невозможно и это всё индивидуальный подбор. А ещё вопрос такой вот интересный. Добрый вечер, доктор. Что делать, если супруга постоянно двигает ногами перед сном? Видимо, толкается как-то, что ли? Это опять же надо более детально обсуждать, но это может быть проявление именно расстройства, именно заболевания, которое называют синдром беспокойных ног. И это заболевание достаточно неприятное. Оно вызывает порой тяжёлые бессонницы, трудности с засыпанием. Это как спазм, получается, что ли? Нет, это возникает такое неприятное чувство в ногах. Все описывают совершенно по-разному. Зуд, тянущий дискомфорт. Происходит такой внутренний толчок, внутренний стимул подвигать ногами. Потому что если человек не подвигает ногами, тогда вот этот дискомфорт, он будет нарастать просто до пикового уровня. Человек начинает двигать ногами, во время движения всё это симптоматика регрессирует, уходит, прекращает двигать, через 5-10 секунд всё это возникает снова, опять хочется подвигать. Человек двигает, двигает, двигает ногами, перестаёт, и снова это всё может продолжаться час-два и мешать. Главное, это заболевание очень хорошо лечится. И проблема именно в головном мозге считается, что это именно расстройство в определённых зонах головного мозга, которые отвечают за контроль движений. А можно ли это вот, ну как, вылечить раз навсегда или потом опять может возникнуть? Есть различные причины для этого расстройства, для этого заболевания. И в определённых ситуациях, да, если добиться положительного результата и скорректировать определённые параметры, от этого можно избавиться. Но иногда оно возникает периодически в течение всей жизни. Ясно. А вот ещё пишут, почему после длительного сна болит голова? Избыток и недостаток сна могут негативно влиять на формирование головной боли. Может быть и мигрень, это могут быть и другие варианты головных болей. Один из таких механизмов. Это и длительная статика, длительное напряжение и мускулатуры шейного отдела может способствовать этому. А насколько эффективны браслеты с умными будильниками, которые будут в зависимости от фазы сна? Вообще все эти фитнес-трекеры, браслеты, они за основу взято такое устройство, которое называется Актигров. Актигров – это прибор, который был придуман уже давно, когда ещё смартфонов даже давно не было. Актигров, он показывает активность человека, его бодрствование и сон. И вообще основной параметр, который мы можем смотреть по вот этим всем трекерам, есть такие два параметра. Это время, проведённое в кровати, и время во сне. Он может фиксировать тот промежуток, когда человек именно заснул, по активности, пульсу, по другим различным параметрам. Но именно фиксировать стадии сна, то есть сказать, столько было глубокого сна, столько было поверхностного сна, столько было рэм-сна, эти трекеры полноценно не могут. Вообще фитнес-трекеры – это достаточно полезно именно в мониторировании параметра того, сколько человек спит. Сколько человек спит и сколько проводит в кровати. Поэтому да, вообще за этим смотреть, за этим можно, и это полезно. Но вот использовать как такой умный будильник – ну нет, не совсем. А вредно ли много спать на выходных, отсыпаться за всю неделю? В зависимости сколько. Можно на час подольше. И желательно на час пораньше лечь. Но это невозможно, да, понятно, никто это не делает. Можно проснуться на час позже, но не больше. Да, но если, опять же, по работе, по жизненному необходимости не получается это, можно, можно поспать на час дольше, но вообще это сбивает все режимы, и нужно стремиться к оптимальному режиму именно все 7 дней в неделю. Так, а еще есть вопрос. Добрый вечер, доктор. У нас у дочери ДЦП, 5 лет. Есть проблема, ночью постоянно дочери хочется перевернуться, так как самостоятельно не получается, приходится помогать. Есть ли какие-то методы помочь? Здесь только надо помогать перевернуться, потому что мы все крутимся ночью, мы меняем позиции, и если у человека нет возможности поменять позицию, а физиологически это хочется сделать, но здесь это только помогать родителям. А как минимизировать ущерб для сна после употребления алкоголя? Минимизировать как-то его последствия никак невозможно. Это процесс влияния алкоголя в основном на такую вот эту ремфазу сна. С этим ничего не сделать, если человек именно подвержен к этому влиянию. А как выспаться хорошо, чтобы восстановиться? Например, после тренировки тяжелой болят очень мышцы, ноги, там вот просто все отваливается. Как лучше восстановиться? Может, как-то спать, не знаю, на спине, на животе? Лучше поспать подольше, чтобы во время сна у нас происходят многие процессы восстановления, заживления. Какой-то определенной позиции, такой вот наиболее оптимальной для восстановления нет, но достаточно такая физиологичная позиция, похожая на позу эмбриона, как человек на боку, или как рекомендуют спать беременным, на боку и подушку между ног. Это снижает напряжение со стороны мышц поясницы, поэтому это такая оптимальная. Но и чтобы снять напряжение еще со стороны мышц шеи в родниковой области, как привыкли все вот так спать, рука под голову, лучше руку на боку, вот вперед. А можно ли похудеть, высыпаясь, ну как-то вот спим и худеем? Это верно? Именно чтобы сон положительно влиял на снижение веса? Нет. Но недостаток сна, депривация сна приводит к набору веса. Недостаток сна, он четко, положительно и установлен по многим исследованиям, отрицательно влияет на метаболизм, на обмен веществ в организме и способствует как формированию и сахарного диабета второго типа, так и набору веса. Если мы мало спим, это и расстройство аппетита, чувство голода, чувство насыщения. Это тоже химический процесс у нас. Есть вещество, которое стимулирует аппетит, есть вещество, которое стимулирует чувство насыщения. И вот при недостатке сна возникает дисбаланс, и чувство аппетита, оно превышает вещество с чувством насыщения. Соответственно, аппетит выше, едим больше, а возможности поесть тоже больше, потому что человек не спит. Поэтому ответ – спим и худеем нет, а вот не спим и набираем вес – четко да. А как человек лучше высыпается? Может, тоже какие-то исследования есть один или вот в семье пара, допустим, муж-женой? По этому поводу вообще делались исследования, и они показали, ну, такие, в принципе, исследования-опросники, они показали, что по одному спят лучше. Вот возвращаемся к вопросу супруга трет ногами перед сыном, что есть какие-то и движения со стороны партнера, и это может влиять. Храпит кто-то, это также может влиять. Показывают одно из таких небольших опросов, показывают, когда спят вместе, положительно влияет, если оба спят под своим одеялом. Под разными нужно спать? Под разными. Ну, что это положительно, потому что более такой плотный контакт, он может в большей степени оказывать пробуждающее действие, чем когда каждый спит. Ну, и опять же, борьба, драться за одеяло. Кто-то ухотывается, как гусеница. Драться за одеяло не придется. А вредно ли спать на левом боку? Не вредно. То есть на сердце это как-то не влияет? Не влияет никаким негативным образом. А есть ли какие-то рекомендации или ограничения по приемам пищи перед сном? Ну, вот мы немножко про это говорили, может, подробнее. Перед сном вообще не рекомендуется есть красное мясо, стейк какой-нибудь перед сном не очень хорошо. Что-то жирное, тяжелое такое нельзя, да? Да. Легкое, ну, вечером на ужин, в принципе, легкое, белое мясо, рыба и так далее. Совсем перед сном что-то, ну, хотя это не оказывает такого явного положительного влияния, но, по крайней мере, как плацебо, продукты с большим содержанием триптофана. К примеру, сюда же как раз молоко относится. Триптофан – это вещество, и многие его употребляют как БАД, добавку. Это вещество, из которого у нас ночью синтезируется, вырабатывается мелатонин, а днем – серотонин. И вот ночью как раз пища, богатая триптофаном, она как бы поможет наибольшей выработке мелатонина. Так, а можете ли вы дать комментарий относительно выбора ортопедической подушки? Продается огромное количество разных по материалам и формам. Мне этот вопрос задают очень часто, и я всегда отвечаю, невозможно порекомендовать подушку. Никому сказать, что вот вам подойдет, я вам рекомендую, вот вам ссылка, вот такую подушку возьмите, и вы на ней будете спать отлично. Нет. Это все совершенно индивидуально. А как подобрать тогда, если, допустим, ты в магазин приходишь, возьмем ту же ортопедическую? Невозможно, поэтому только методом проб. А может ли сон помочь исправить характер? Исправить характер скорее нет. Здесь, если у человека плохой сон, то он днем потом может быть раздражительным и беспокойным. И если улучшит сон, то не совсем изменит характер, но, по крайней мере, улучшит поведение, настроение и такие аспекты. Но именно повлиять на характер нет. Нет. А почему, если рядом с тобой кто-то засыпает, зевает, тебе тоже очень хочется спать? Такого не должно быть вообще в норме. Это было бы хорошо, если, особенно на тех, кто страдает бессонницей. Да, вот подсадить его к тем, кто зевает, спит. Николай, еще есть у нас вопросы. Блиц. Спать на жестком или на мягком? Жестком. Ложиться до двенадцати ночи или после? До. Подушка на пуху или синтетическая? Тяжело ответить. Днем спать или нет? Спать. Спать в темноте или с ночником? В темноте. Спать шесть часов или восемь? Восемь. Есть на ночь или нет? Нет. Лучше. А если шум ночью с улицы беруши или спать в наушниках? Или третий вариант? Вот лучше третий вариант спать с белым шумом, если именно шум улицы раздражают. Попробуйте этот вариант. Потому что и наушники, и беруши – это посторонний предмет на теле. А много, кто имеет чуткий сон, вот эти все посторонние предметы, и беруши, и наушники, они не дадут нормально заснуть. А спать с открытой форточкой или с закрытой? С открытой. Холодно должно быть. Николай, спасибо большое вам за сегодняшнюю встречу. Да. Будем завершать. Очень классно, очень интересная лекция была. Друзья, подписывайтесь на нас. У нас есть все спортивные программы на нашем сайте. Будем ждать вас на тренировках и увидимся на лекциях. Всем пока. Всего доброго.